Доброго времени суток, дамы и господа! Как мы уже прекрасно поняли, в дополнение Dragonflight имеется много разных важных цифр в профессиях. Важен нынче не только навык профессии, тот, что 100 из 100, еще важно мастерство, вдохновение, если мы, например, хотим сделать какую-то высокоранговую вещицу, какую-нибудь шмоточку. Также важными характеристиками являются находчивость, перепроизводство, если мы хотим, например, сэкономить реагенты, или скрафтить больше каких-нибудь сплавов, рулонов, болтов различных, да, инженерных крафтов, как вариант. Конечно, на это все нужны знания в профессиях. В тот момент, когда мы раскачиваем знания в профессиях, мы поднимаем наше мастерство находчивость перепроизводства. Конечно, это круто, но откуда взять вообще эти знания? Знания мы можем взять с первых крафтов, знания мы можем получить за еженедельные квесты, юзая различные там бумажечки, которые нам дают. Также убивая соответствующих мобов, и также немножко пролутывая почву потревоженную, вскапывая ее с помощью лопаток, которые нам дает драконья экспедиция, и также сумок. Аналогично они идут от драконья экспедиция. Но это все имеет ограничения. Там где-то квесты идут вообще по викле, далее 4 можно штучки там пролутать с мобов и со всяких почв, но также у нас имеются эпические предметы, которые позволяют таргетно вылутывать знания на определенную профессию. И вдобавок мы еще получаем 50 рвений мастерства, что в целом не может не радовать. Речь идет о драконьях осколках знаний. Драконья осколки знаний — очень ценный предмет, фиолетовый такой шарик, возможно, вы его уже видели. А если вы его не видели, или вы вообще, например, только недавно начали играть в Dragonflight, то вам нужно сделать цепочку квестов, которые находятся в равнинах Анары. Открыв карту, мы увидим ревущие драконьи источники, и тут будет квест большой такой жирный обозначенный в лазурный простор. Выполняем цепочку, потом обратно возвращаемся в равнины, тут еще маленько квестов, и мы отправимся в пещерку к кентавру. Находится он примерно тут, он нам даст квест на убийство животного, лутаем с него квесты, там сдаем, и теперь мы можем вылутывать драконьи осколки знаний хоть откуда. И в тот момент, когда мы приносим эти осколки знаний к кентавру, он на выбор дает нам знания под соответствующую профессию. В моем случае, например, это либо кузнечное дело, либо инженерное дело. Просто можно выбрать, и дается знание в какую-то одну из профессий. Само собой это круто, но шанс их получения довольно-таки мал. Самым оптимальным способом получения этих драконьих осколков знаний это раскопка почвы и сбор сумок. Само собой, разные слои, разный вармод, разные локации, все это можно учитывать. И недавно появился человечек, который вкачал в себя там абсолютно всю инженерку, он оставил маршруты. Хочу эти маршруты вам показать, и, быть может, они вам помогут. Берега пробуждения. Зеленые точки, красные линии. Зеленые точки — это точки там, где может вообще появиться сумка, почва, но, конечно, тут не все отмечено. Красные линии — это маршрут, по которым он летает, этот человечек. Также красным текстом расписано, что мы делаем в этот момент. Меняем, например, слой. Там релогаемся вообще, что мы делаем, например, в этот момент. Чекаем, там, цитадель, да, как вариант. Само собой, картинки эти я оставлю в описании к видосику, и все спокойно сами можете увеличить и глянуть. Так просто первично, да, вместе все это посмотрим. Далее обратимся ко второй картинке. Вторая картинка — это у нас лазурный простор. Тоже, да, тут вариативность в виде оранжевой стрелки. То есть все смотрим, все читаем. Если вам это нужно, если вы хотите пофармить драконе осколки знаний, вдруг вам рвения мастера не хватает, или там буквально какого-нибудь одного знания с целью взятия последнего зубца в талантах, профессии, то дерзайте, почему бы и нет. К тому же, как было сказано ранее, раз в неделю гарантированно там немножко падает знаний. И это в целом нужно делать. То есть немножко нужно все-таки по таким маршрутам пролетать. Тоже, да, зеленые точки, красные линии, все имеется. Тут равнины анары, такая вот дуга, очень интересная. Единственное, что мне не нравится при всяком таком фарме, это то, что если у вас прокачаны клыкары, то там будут попадаться клыкарские снасти рядом с водой. И вот выключить бы их было неплохо, но, к сожалению, такой функции нет. Они просто сбивают с толку вообще, они сбивают с цели. То есть ты видишь сундучок, думаешь, это почва или сумки, а на деле это клыкарские снасти. Это начинает выбешивать. Очень сильно к тому же. Тут маршрут, да, довольно-таки интересный. Тут аккуратнее сверху, то есть можно дизмаунтнуться, поэтому летать нужно аккуратно, таким квадратом, похоже. Окей, окей, хорошо. Как я сказал ранее, картинки приложу в описании к видосику. Можете смотреть их абсолютно в любой момент. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, моете руки. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!